Комбинированная аппликация при проблеме карпального канала. Как можно тейпировать? Оценка может проводиться разными способами. Можно использовать классические ортопедические тесты. Самый простой из них это тест Тиннеля. Кто не слышал, не знает, это просто постукивание. Только не пальцами, как правило, а неврологи стучат именно молоточком неврологическим. И оцениваем болезненность. Постучали. Ну и на самом деле пальцами тоже достаточно хороший вариант оценки. Плюс, как правило, болезненность всегда при формировании какого-то сжатия чего-то. Делаю что-то вот так, болезнь. Делаю что-то вот так, боль возникает. Параллельно с тем, что у нас болевой синдром, может появляться и дистальные какие-то проблемы в виде онемения. Пальцы не имеют, рука целиком холодит или щекотит, еще что-то. Да, это тоже может появляться. Но основной, конечно, это болезненность. Из-за чего многие, кто парикмахеры в основном, геймеры, скрипачи иногда страдают из-за этой проблемы, потому что очень много переиспользуют ткани в своей профессиональной деятельности. Вот, собственно, основная причина возникновения подобной проблемы. Бывает такое, что это формируется и дабл-краш-синдром, когда проблема и здесь, и здесь. В этом случае боль может быть достаточно объемной по всей руке. И здесь болезненно, и тут болезненно, и работа с шеей улучшается. Работа с карпальным каналом улучшается. Поэтому в любом случае сейчас для нас важно оценить болезненность и какие-то дополнительные признаки. И мы можем использовать мышечную оценку, потому что мы знаем, что, скорее всего, разгибатели рефлекторно на фоне воспаления и боли будут как? Спазмированы, да. И мы, скорее всего, будем искать вариант скольжения какого-то, который будет уменьшать боль. Ну и, соответственно, возможность захвата в большей степени. И второй момент – это локальное послабление за счет, собственно, нашей послабляющей концепции. Когда мы будем смещать ткани друг к другу, вот так, да, и оценивать, тоже меняется ли как-то наша симптоматика. Сместили и постучали. Так, меньше болит, больше болит. Все варианты, чем больше оцениваете, тем точнее будет ваш результат. И можно использовать две, соответственно, аппликации. Если мы протестировали мягкие ткани, допустим, и использовали мышечный тест, удерживайте так пальчики, сместили ткани дистально, удерживайте, сопротивляйтесь. Говорит, да, так теперь меньше болезненно, значит, я понимаю, что смещение ткани дистально улучшает. Значит, мышечная аппликация будет, скорее всего, на расслабление. И оценил так. Да, так тоже меньше болит. Окей, хорошо. Сделал две оценки и понял, что две аппликации могут суммарно дать хороший эффект. Понятно? Супер. Теперь, как замерить. Здесь есть два нюанса. Во-первых, то, что на ладонной поверхности, естественно, тейп держаться не будет. В норме, если мы говорим про концепцию расслабления мышечную, то понятно, что якорь должен быть где-то здесь. Но технически это сделать будет невозможно. Поэтому замер будет следующим образом для мышечной аппликации. От внутреннего намыщилка плеча до карпального канала. После этого делаем первый загиб на тейпе. От карпального канала до пальцев второй загиб. И после второго я оставляю примерно два-два с половиной квадратика. Да. Вот такая длинная аппликация получается. И два загиба. У дальнего загиба, где я делал на пальцах, мы вырезаем два треугольничка. Ну, догадайтесь, для чего. Конечно. Закругляем концы тейпа. И вот так у нас выглядит наша в целом итоговая аппликация. Первые надрывы мы с вами осуществляем в месте, где тейп минимальный, то есть на месте пальцев. При этом не снимайте сразу подложку. Потому что, если мы не будем снимать подложку, мы очень просто сможем просунуть через пальцы. А снимите, все заклеится в день здесь. И без натяжения в нейтральной позиции фиксируем нашу аппликацию, просто расположив на тыльной стороне. Разворачиваем. Не забываем, что нам нужно растянуть локоть разгибания и лучезапястный сустав. До корпального канала просто укладываем аппликацию по ладонной поверхности. А далее, с натяжением 15% апплицируем по направлению к внутреннему надмышелку плеча. По сгибателям. и активируем и активируем После этого, что делаем? Повторная оценка. И спрашиваем, какие у нас изменения должны получить то же самое, что и при тестировании. И после этого, вторая аппликация. Как правило, для второй полоски всего требуется максимум 3 квадратика. Вот такая полоска. Из центра снимаем подложку. Можно, как я, можно надорвать отдельно, это не важно. в растянутые мягкие ткани и непосредственно на проекцию карпального канала оклеиваем. Концы тейпа точно так же в растянутой позиции. Но для кисти здесь не так много движений, тем более вот в этих областях. И вот так выглядит итоговая аппликация. Так она может прослужить, естественно, продержаться гораздо дольше. Важный момент то, что тоже здесь не циркулярно накладываем аппликацию последнюю, а заканчиваем в большей степени на коже. Чуть-чуть можно зайти на тейп, это не страшно. Но в большинстве случаев главное не вот так. Потому что если отклеится это, то и это за ней. Безусловно.